всем привет я не знаю какое сегодня число в том смысле что какого числа вы смотрите этот мой монолог но вчера я праздновал вместе со всей прогрессивной общественностью день рождения мика джаггера мику стукнуло 80 лет это нормальный возраст для мужчины это еще совсем не старость миг продолжает работать продолжает петь танцевать не побоюсь этого слова и приносить всем нам радость хотя здоровье иногда конечно дает сбои концерты иногда отменяются но они потом все равно происходят и все в общем хорошо миг джаггер если говорить о том кто является олицетворением рок-музыки но для меня скажем например то прокрутив в голове все те сотни и тысячи групп которые мы с вами слушаем которыми музыкой которых наслаждаемся которые я люблю и продолжаю собирать пластинки покупать их слушать новую музыку ее очень много она очень хорошая так же как и старая музыка я уж говорил что у музыки возраста нет вообще для меня не играет роли никакой в каком году вышла пластинка но тем не менее они выходят пластинки я имею ввиду и очень много интересного появляется но я заболтался в общем если прокрутить все это в голове то в сухом остатке ответ на вопрос кто является олицетворением рок-музыки для меня это две фигуры это джон леннон и миг джаггер это два таких символа вокруг которых все происходит происходит до сих пор кстати говоря вот у меня футболка которую я наделся специально и сидишь и я не люблю я не слушаю эту группу а футболку надел специально для того чтобы порадовать тех кто любит музыку и сидишь и дорогие мои это специально для вас пластинки сидишь я не показываю их у меня нет но вот вы можете получить удовольствие разглядывая вот этот логотип про мика джаггера можно говорить долго что я и делаю роликов уже достаточно много про группу the rolling stones и будет еще будет еще 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 потому что дискография слава богу большая слава богу пластинок много я этому очень рад но я хочу показать пластинку стики фингерс которую многие считают самым лучшим альбом the rolling stones я так не считаю это очень хорошая пластинка но она вышла в 1971 году а и до 71 и после 71 уж всяко было очень много прекрасных записей прекрасных альбомов и изумительных песен и миг джаггер как автор песен the best на самом деле кто бы там что не говорю а у них там три хита 4 я читают комментарии разные ха 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 ну это дело вкуса что называется дело вкуса опыта и взглядов на музыку и понимание что такое музыка я не говорю что я больше всех лучше всех все понимаю нет я говорю о своих стики фингерс известная обложка до обложку сделал энди уорхол получил он за эту работу порядка 16 тысяч фунтов я не оговорился до 16 тысяч фунтов частями все это дело выплачивалось но тем не менее было выплачено обложка интересная хорошая до настоящая молния вот она работает как надо открывается закрывается там части тела мы их можно при желании увидеть вот единственный минус это обложки заключается в том что когда вы засовываете пластинку на полку среди других пластинок а пластинку нас с вами много мы знаем да то эта молния она царапает конверты пластинки которая стоит рядом поэтому приходится вот так вот мне ее закрывать у меня их три вообще варианта этой пластинки одна японская тоже с настоящей молнией вот она закрыта такой штучкой чтобы можно было ее всовывать между другими рекордами вторая у меня стоит европейский пресс стоит уже новый отремонтированный стоит в боксе в коробке the rolling stones и третья пластинка вот это она очень интересная и мне нравится больше всего и по звуку и по оформлению по всему по всему не удивляйтесь это чешская пластинка не чехословацкая советских времен да а чешская уже но нового времени звучит изумительно чехи напечатали прекрасно тоже с молнией настоящий все сделано на печали звук я имею ввиду очень хороший в независимости от молнии молния настоящие тоже сделано на виде двойника на втором диске здесь разные ауттейки в том числе один из ауттейков где на гитаре вместо мика тейлора играет эрик лэптон тоже приятно послушать но просто интересно пластинка вышла всеми с первым как я уже и говорил а начали записывать шестьдесят девятом во время американского тура который начался очень плохо с очень неудачных концертов но бывает всякое не все концерты не нет ни одной группы у которой все концерты были бы хорошие бывают разные потом группа раскачалась и концерты пошли на ура предпоследний перед записью концерт был у них кажется в майами где они играли с джонни винтером и с джефферсон плейн из кем-то там еще потом у них был большой концерт с сан-франциско на который они опоздали на 8 часов и публика концерт вечерний и публика на открытой поляне до ждала 8 часов до глубокой ночи дождалась приехали стоунс начали играть и до рассвета люди веселились под проливным дождем концерт был очень хороший говорят я его не не слышал и не видел но пишут что было все прекрасно и после этого вместо того чтобы отдохнуть группа отправилась в алабаму где в очень маленькой студии промышленном районе студия называется называлась маскал шоулс sound studio там записывалась арета франклин там записывались другие соул исполнители решила вдруг группа я имею до решила вдруг начать запись ни с того ни с сего казалось бы усталость после американского тура казалось бы отдыхайте веселитесь приходите в себя нет давайте записывать музыку и в этой крохотной студии музыканты встретились включили оборудование и записали песню you got a move фреда макдавелла переработанная переработанная версия записали на акустических гитарах ее с клавишами чуть-чуть не помню кто играл на клавишах кто-то из них чуть ли не билл вайман играл кто-то я не помню не буду врать не буду врать очень хорошая получилась история всем понравилось и миг джаггер взял гитару сыграл песню киту ричардсу которая называет называлась у него black pussy песня всем понравилась и она была переработана немножко на завалена электричеством саксофон еще тогда не был прописанным как будет прописан позже и получился шедевр brown sugar который открывает этот альбом эту песню знают все brown sugar саксофон вместо гитарного соло отличный вступительный риф сыгранный и китом ричардсом очень хороший гитарный дуэт хотя там соло нет никакого но тем не менее это бронебойная совершенно песня начали и записывать как я уже говорил в алабаме потом дорабатывали довольно долго сначала в особняке мека джаггера где было записано несколько песен когда они вернулись уже из алабама в англию потом в олимпик-студио в лондоне пластинку вообще записывали примерно год с перерывами на концерты с перерывами на разные мероприятия но вот начали в 69-м в 70-м закончили в январе 70-го они стали продолжать уже вот в особняке джаггера записи потом переместились в олимпик студию там же окончательные доработки делали все это долго даст достаточно тянулась они уволили алина клейна своего менеджера которого подозревали в нечистоплотности финансовой и пришел а и обосна открыли свою студию the rolling stones records с этим вот самым языком который тоже нарисовал нет не анди ворхол или анди ворхол не помню может быть анди ворхол даже вот но идея была мика джаггера и они открыли вот эту самую студию генеральным директором был маршал чес один из братьев чес со студии чес records маршал чес был совсем не главным лицом на час records в чикаго студию знаете да который выпускала блюзовые пластинки а он был таким мальчиком на побегушках и тогда и произошло его знакомство с микком джаггером еще в далекие-далекие там начало 60-х годов маршал чес отправлял пластинки по заказу мика джаггера приходили заказы от мика из лондона пришлите мне там синглы maddie waters такие маршал отправлял эти синглы такое заочное знакомство было между ними но тем не менее запись продолжалась wild horses было написано и записано тоже в алабаме на второй день по моему после записи йога томов сочинил ее кит ричардс на акустической гитаре буквально сочинил ее за там несколько минут выйдя из студии джаггер сказал ему что кит принеси к песню какую-нибудь хорошую у нас еще есть студийное время давай-ка и кит принес эту песню была написана музыка и рефрен а джаггер быстренько написал текст и они записали wild horses удивительная песня кантри серьезная в отличие от всяких прочих песен the rowing stones посвященных женщинам и изобилующая флажолетами там их такое количество что просто я даже не не понял зачем так много но в целом красиво получилось так такая кантри баллада очень хорошая нравится девушкам особенно под нее танцевать приятно в пионерских лагерях мне безумно нравится песня своей которая была по записи первым номером в особняке джаггер когда они собрались они начали с песни свой джаггер здесь играет на гитаре вязкая вот эта гитара тяжелая мощные барабаны и изумительное соло мека тейлора одно из лучших наверное именно в песне свой потому что дальше тут много тоже тейлор наиграл везде но в своей просто просто прекрасно а потом туда наложили еще духовые и немножко оркестра под конец и получилось такое монументальное произведение тяжелый рок настоящий в хорошем смысле этого слова но роллинг-стоунзовский wild horses следующий номер can you hear can you hear me knocking песня удивительная конечно очень странная многие ее любят мне она как-то кажется какой-то какой-то халявный все говорят ах там джем джем семь минут с лишним продолжается песня начало песни очень интересная такая песня песня про красивая бодрая с хорошей мелодии запев такой приятный а потом начинается этот джем странный в сторону латиноамериканских каких-то дел тейлор играет очень много на гитаре и не скажу что прямо ух как оригинальные здорово хорошо играет хорошо да все он хороший гитарист но достаточно обычно то есть какая-то импровизация такая достаточно простая они хотели увести это все в фейдаут то есть сделать просто короткую песню с текстом а потом инструментальный кусочек который уходит в никуда но магнитофона не выключили записали целиком этот джем почти пятиминутный приклеив но который клеится к собственной песне так и оставили всем понравилось но время было такое в те те годы это все было как-то так принято такие джем и ну в общем все время прошло все сложилось это уже стало классикой уже ничего тут не изменишь все равно здорово все равно хорошо you got the move последняя песня на второй стороне про которую мы уже сказали из алабамы привет и бич открывает вторую сторону кайфовейший риф кайфовейший темп кайфовейший драйв зло гитарно мощно просто просто прелесть вот i got the blues следующий номер красивый эстрадный какой-то блюз били престон здесь играет на органе даже кое-где здесь вообще много посторонних не посторонних а много людей которые не не являются членами группы ну какая-то она слишком пафосная на мой взгляд но хорошая свиста морфим мрачнейшая вещь мрачнейшая совершенно страшная и марианна фейтфу приложила сюда руку dead flowers очень веселая штука очень веселая и замечательно спета замечательно спета классически аранжированная просто какой-то такой американский рок номер чикаго не чикаго но где-то вот где-то какие-то отголоски такого не джаз-рока даже как какого даже не знаю как сказать просто неожиданная красивая песня то ли то ли смесь doors то ли смесь с каким-то там хонки-тонг хотя doors это очень близко и moonlight mile финальная песня с оркестровкой пола букмастера который для элтона джона делал все оркестровки это просто песня которая убивает всего сержанта пеппера простите меня бетломан и я сам бетломан но это такое оркестровая красивая рок-произведение от rolling stones даже я такого не ожидал при всей любви к the rolling stones это это потрясающая штука но в целом альбом производит впечатление достаточно мрачного что удивительно что удивительно вот такие песни яркие хорошие но очень мрачные все-таки мрачный осадок после него у меня лично остается почему так случилось я расскажу когда будет следующий монолог про the rolling stones я обожаю эту группу для меня это группа номер один и джаггера не устану поздравлять с 80-летием пойду еще раз пить за него пока один и джаггер